Карлес Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании. Бывший каталонский лидер пошел на такой шаг, чтобы получить мандат депутата. Необходимые бумаги он передал из Брюсселя, оттуда же надеется принять присягу президента Каталонии, если его переизберут. Готов ли Мадрид к отношениям на расстоянии, выясняла Елена Абрамович. Прислал подтверждение, что был избран декларацию об имуществе и заявление с обещанием соблюдать Конституцию Испании. Карлес Пучдемон из Бельгии подал документы на получение мандата каталонского депутата. В заявлении добавил, обещает самоотверженно работать на благо народа Каталонии. Именно Пучдемон, убеждены его однопартийцы, будет избран председателем женералитета, то есть президентом региона. В нашем случае понятно, что ничего не может помешать переизбранию президента Пучдемона главой каталонского правительства. Мы уверены, что избранные законодатели подтвердят свое доверие президенту Пучдемону. Однако Мадрид видит ситуацию иначе, как и юристы каталонского парламента. Последние обнародовали свои выводы на двух десятках страниц. Пристегнуть на верность народу через видеосвязь Пучдемон не имеет права, заявляют они. Больше того, он должен присутствовать на дебатах по избранию председателя. Испанский премьер Мариан Нарахой отметил, все эти разговоры о дистанционном управлении противоречат не просто законам, а здравому смыслу. Чтобы получить должность, он должен сделать это физически, потому что это невозможно организовать из Брюсселя. И если он этого не сделает, то статья 155 будет продолжать действовать, и не потому, что я так сказал, а потому, что Сенат утвердил ее действие до вступления в должность нового президента. Мадрид фактически дал знать, сохранит прямое управление Каталонией, если президентом выберут Пучдемона. Между тем, суд Барселоны вынес решение по обвинению в коррупции партии Пучдемона. Полиссилу обязали возместить государству более 6,5 миллионов евро, разворованных с 1999 до 2009 года. Делена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.